С нами сегодня главный научный сотрудник Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте России, доктор исторических наук. Хорошо, я буду в следующий раз просто доктором звать. Можно? Александр Пыжиков. Здравствуй, Александр. Да, здравствуй, добрый день. Александр всегда возмущается, когда полностью... Ну, в начале и в конце давайте договоримся. А так, доктор и доктор. Хорошо. Хорошо, доктор. Поехали. Сегодня мы будем говорить про историю мавзолея на Красной площади, мавзолей, в котором лежит Владимир Ильич Ленин. Какое-то время там еще и Иосиф Виссарионович пребывал. До 61-го года мы говорили. Да, но сейчас Ленин там одинок. И все время норовят его оттуда вынести. А сегодня мы вспомним, как вообще этот мавзолей появился и почему Ленин остался на Красной площади. Как он туда попал. Что бы это означало? 21 января, год 1924, умирает Владимир Ильич. Да. И после этого, я так понимаю, принимают решение его похоронить. Ну да. Ну, во-первых, надо понимать, что умер здесь не просто Владимир Ильич Ленин, а умер, конечно, основатель и вождь Советского государства. Да. Первый, потому что он основатель, поэтому и есть. И поэтому эта смерть не могла сама по себе не превратиться в орудие политической борьбы. Это тоже нужно прекрасно понимать. Это не просто рядовая смерть, значит, человека, который всегда воспринимается как трагедия. Несомненно, это все присутствовало. Но вот эта вот нагрузка политическая, она здесь давлела. И нельзя говорить о смерти Ленина, о похоронах Ленина и все, что с этим связано, вне контекста политической борьбы. Потому что она разгорелась еще до того, как он был жив, но уже находился в очень тяжелом состоянии. Еще до того, как он умер, да. Да, осенью 1923 года, я имею в виду, это уже обсуждалось на высшем уровне, значит, как быть с тем событием, которое неизменно, ну вот... Неизбежно произойдет, да. Да, последует, да. Вот, поэтому эта смерть, конечно, она такая очень многослойная, многоплановая. Вот давайте сегодня вот об этом как раз и поговорим. Ну, самый главный результат, конечно, это то, что лежит на поверхности, да, что эта смерть Ленина дала старт формированию культа Ленина. Вот у нас культ Ленина, его все прекрасно... Дедушка Ленин, да. Да, это такая вот неотъявленная черта советской действительности вплоть, значит, до уже ее исхода, уже до конца 80-х годов. Вот, но здесь нужно обязательно уточнить, вот, относительно культа Ленина, очень важное. На самом деле, сам по себе, вот это явление, культ кого бы то ни было в России, там, вот мы сейчас о культе Ленина будем говорить, это началось не с Ленина, как это ни странно, да. Можно говорить, что там какие-то были инициативы, какие-то позывы у Троцкого, который тоже, в общем-то, был лично не прочь, там, видеть свою персону на таком возвышенном виде, чтобы ее именно так воспринимали. Было, было на самом деле и у Зиновьева, это тоже нужно сказать. Ведь еще при смерти Ленина он начал, приступил, уже фактически отдал все распоряжения к изданию 22-томного собственных сочинений. Еще Ленин не умер, а он уже хлопотал о том, что надо выпускать его, Зиновьева, в собрание сочинений. Вот, ну, это, конечно, все несоизмеримо, это какие-то зачатки, взородыши, которые не развелись. Поэтому мы о них не говорим, а просто, как для статистики, вспоминаем. Некоторые ученые старшего поколения считают, что первый культ был, на самом деле, это культ Керенского, Александра Федоровича. Вы знаете, в этом есть рациональное зерно, я вам хочу сказать, поскольку я вот плотно смотрел вот этот вот период между двумя революциями, февральской и октябрьской. Да, действительно, там уже был незародыш, там уже было развитие этого культа, и сам Керенский его всячески поощрял, это мы знаем. Но культ этот был такой, это, можно сказать, кратковременная вспышка. То есть это был май, июнь, июль, август, да. Потому что в сентябре уже никакого культа не было, он таял на глазах, все уже смеялись, злословили в отношении Керенского. Ну вот эти вот четыре месяца там, да, особенно май, июнь, вот это вот до провального наступления российских войск на фронте, это был культ, когда фотографии, обычные фотографии Керенского продавали с рук за бешеные деньги. Это было, то есть ажиотаж царил в обществе. Он исцелял по поверью? Нет, он не исцелял, нет, он не претендовал на это. Но, тем не менее, популярность, что Керенский выведет страну, вот после вот этого февральского надлома, да, когда в апреле уже все поняли, что происходит что-то нехорошее, и Керенский сказал, я все ликвидирую, я вас поведу, забудьте о всем, смотрите на меня. А оратор-то, вы понимаете, он был от Бога, от Бога, да, от Бога. И тоже, я хочу сказать, возвращаясь в контекст нашего разговора, все-таки пробольский культ Керенского, если они и были, соглашусь со старшими коллегами, которые это изучали, это тоже не первое проявление. Культ личности, как определенный, возник при царизме. И именно, если так можно сказать, он возник в начале XX века, то есть в царстве Николая II. — Подождите, царь всегда был сакральным февралом. — Нет-нет-нет, это понятно, я не о другом, я о другом совершенно. Здесь была одняка особенность. Николай II, во-первых, очень боготворил, значит, своего деда, то есть это Александра II, который такой царь-освободитель, ну, крепостное право. И, в общем-то, всегда относился с таким вот трепетом, уважением к нему там, да. И в 1898 году в Москве был открыт памятник, ну, потом он исчез при советской власти, тогда был открыт памятник именно Александру II, на который Николай II прибыл и, в общем, принимал самое деятельное участие в его открытии, то есть всем интересовался, очень заинтересованно к этому относился. И после этого вот начался, если так можно сказать, культ Александра II. В чем он выразился? Было решено, ну, по инициативе Николая II, сделать типовые памятники. Типовые. То есть это не произведение искусства, скажем так. — Как Владимир Юрьевич. — Конечно, конечно, абсолютно. Вот вы правильно, да, Владимир, я к этому и веду. Абсолютно. Как делали типовые для Ленина, там, меньше Маркса, ну, для Ленина мы говорим, то примерно все то же самое, да, абсолютно то же самое было по отношению к Александру II. Наделали тысячи три-четыре вот таких вот типовых копий этих памятников Александра II, потому что городов тогда, как вы понимаете, при царе было меньше. При советской власти, особенно с 30-х годов, там уже городостроительство везде пошло. Все селения переименовались в города, они росли вместе с промышленностью там, да. Тогда это было меньше. Но вот объём этого культа Александра II для начала XX века, для тех условий, которые тогда были, он был огромен. И вот это вот, собственно говоря, может быть, для слушателей это неизвестно, но это первые случаи вот такого вот как бы насаждения, культа определённой личности, не действующего сакрального царя, а в историческом там смысле уже человек, который, ну, не существует в данный момент. То есть говорить о том, что Пётр I, ну, тоже как царь, почитаемый в своё время. Почитаемый, да. У которого там и медный всадник, всё равно не тот масштаб. Не тот масштаб. Вот масштаб в нашем понимании, поскольку мы говорим о Ленине, и мы как бы сравним уже сейчас с этой уже советской страницей, да, это Александр II, культ Александра II был везде. И вот, кстати, я вот из подмосковного города Раменского, у нас там рядом с фабрикой стоял памятник. На нём красовался Карл Маркс, я помню, с детства. Но на самом деле до революции это как раз типовой памятник, где был Александр II. Вот это было везде, даже в таких небольших рабочих посёлках. Интересно. Хорошо. Вот это для справки. Теперь для Ленина. Вот надо, кстати, отдать должное Владимиру Ильичу. Я вот с этого хотел начать бы, да. Должное в чём? А вот он на самом деле, в отличие от Керенского, да, Зиновьева, Троцкого, о которых мы уже упоминали, ну, уже применительно после царского периода, да, он не поощрял свой собственный культ. Не поощрял. А был он вот при жизни? Был, был, да. Все позывы были налицо абсолютно. Все это прекрасно понимали. И в первую очередь принимал сам Владимир Ильич это абсолютно. Потому что человек, он был супердальновидный в этом смысле. Но он не давал этому развития. Вот после него всё-таки Сталина, Хрущёв и Брежев вели себя совершенно иначе. Кстати, не в пример того, как вёл себя Ленин. То есть он это не поощрял и тем самым как-то сдерживал, если можно сказать. Поскольку можно было бы развернуться во всю прыть. Как вы понимаете, желающим нашлось бы более чем достаточно. И Крупская, Крупская, кстати, супруга Владимира Ильича, она прекрасно это понимала, настроение Ленина. Но она не могла не знать его настроение в отношении, тем более, собственной персоны. И она всегда, даже после его смерти, пыталась продолжать вот эту вот ленинскую линию по сдержанию. Она даже говорила, прекратите, значит, строить, воздвигать ему памятники, что-то ещё делать. Постройте лучше лишний детский сад, какую-нибудь школу или ещё что-то, или какой-нибудь дом культуры. Это была позиция Ленина. Она её просто уже воспроизводила после его смерти. То есть это говорит о том, что сам Ленин к своему тому культу, который рассвёл до необычайных масштабов, конечно, не был, ну не то, что не был готов, он его не приемлемо. Почему, отвечу, очень просто. С то, с чего мы начали. Потому что он прекрасно понимал, что это превратится в орудие политической борьбы. Оно так и превратилось. Хорошо. С 1923 года уже политическая борьба вела. 1924 год, когда Ленин умирает, и там уже... Да, здоровье ухушалось, тому его всё ясно было. Что в этот момент за политическая борьба велась? Почему он стал частью этой политической борьбы? Ну как, это, во-первых... Я примерно понимаю, почему, но потому что... Да, это правильно, Владимир, это часть вот той большой политической игры после его смерти, поскольку эта игра велась вокруг того, кто будет обладать его наследством, ну так если говорить. И поэтому кто будет, значит, держать в руках контроль над памятью вождя, это вот неотъемлемая составная часть вот этого общего такого наследства, которое после него оставлено, ну и теоретического, и всего другого. Это такой очень важный сегмент, скажем так, вот этого наследства Ленина. И это всё все прекрасно понимали. И поэтому уже осенью, когда он уже был, у него были там повторные инсульты уже не один, и было понятно, что это уже не выкарабкаться, да, вот, то уже в политбюро тогда обсуждался вопрос, значит, что делать, вот, о чём мы в самом начале упомянули с первыми предложениями нашей передачи, что делать. И вот тогда-то там и прозвучала вот эта мысль, прозвучала открыто, на высшем уровне впервые, в ходе обсуждения пока, что, да, понятно, но не надо его хоронить. Как это не надо хоронить? Надо сохранить тело вождя, оно принадлежит народу, поэтому мы не можем, значит, поступить с ним таким образом, вот, надо его сохранить. Подождите, подождите, мысль о том, чтобы не хоронить тело вождя была до его смерти, получается? Была, абсолютно точно, это установлено. Я вот читал, когда историю Мавзоле, возникало ощущение, что он появился, на самом деле, случайно. Нет, нет, нет. Это так долго с ним прощались, 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 плюс зима, и плюс не нужно... Первоначально идея такая, конечно, поскольку, значит, тогда коммуникации были не как сейчас, и на самолет прыгнув там, и сюда прилетев нельзя было, поэтому все, кто хотели проститься, хотели эту возможность предоставить всем желающим, а желающих было со всей страны действительно очень много. Да не только со всей страны, за границей тоже. Да, но я вот пока здесь говорю, у нас сторона сама необъятная, там всем за границей фору даст, вот, и действительно, вот, это обидно, что вот кто-то простился, а кто-то еще не доехал, там, не приехал в силу этих транспортных проблем, поэтому нужно максимально его сохранять, вот, чтобы это вот это прощание было. Это прощание действительно там длилось до весны, до марта, с 21 января до марта, сначала были морозы, и, в общем-то, с этим легко можно было справиться, но потом, значит, вставали, ну, и вполне естественные проблемы, да, там, физические, вот, но это все равно не главное. Главное то, что в октябре 23-го года вот эту мысль о бальзамировании Ленина и сохранении его, вот, кто это озвучил? Во-первых, сейчас все приписано Сталину, это опять там коварные игры его там, да, что он там Крупскую хотел унизить, которая была против этого, против этого были вообще все, назовем так, если своими именами вещи называть, не только Надежда Константиновна, Крупская, были все, начиная с Троцкого и там заканчивая всем членами Политбюро, значит, ну, озвучил эту мысль, и Сталин ее не озвучил сначала, вот, озвучил эту мысль никто иной, как Михаил Иванович Калинин, и это очень не случайно, это очень укладывается, значит... Да, 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 вот в мою тематику, в тот ракурс, который я смотрю на советскую власть, да, он первый сказал, что это надо, Сталин его поддержал, это правда, активно, больше их не поддержал никто пока. То есть вдвоем, Михаил Иванович Калинин и Иванович Калинин. Да, вдвоем, Калинин начал первый, Сталин к нему присоединился, и под общий ропот, там Бухарин возмущался, Троцкий, какая аргументация против была, суть? Вы что, говорит, Поповщину здесь собрались это возрождать? Это напоминает какие-то святые мощи, да что же такое, мы тут боролись, черт возьми, наконец доборолись, да, вот того, что мы здесь, а вы предлагаете воспроизводить вот эти вот поповские практики здесь? Да никогда этого не будет, и тем более удивительно, на самом деле, Калинин-то тоже, в общем-то, верный член партии с 1898 года, как мы говорим, да, и он очень жестко настаивал на этом. Ну, решили так, что пока все-таки сама, да, смерть не случилась, вот, ладно, поссорились, прекратили, но все это осталось, и вот теперь все это выплеснулось сейчас, после смерти уже, после 21-го. Во-первых, нашли компромиссное решение, это вот как мы сказали, пока все подъедут, значит, давайте, да, это самое, мы тут решим как. И вот эти споры возобновились со страшной силой. Тут очень интересный момент возникает. Опять Калинин, значит, снова свою позицию повторил жестко, значит, Сталин тут же немедленно к ней присоединился, значит, и в обнимку с Калининым, значит, они начали делать. И вдруг в Политбюро, значит, произошла трещина по этому вопросу. Если в октябре 23-го года, как я сказал, все были против, ориентируясь на мнение Надежды Константиновны Крупской, там, да, то теперь Григорий Зиновьев присоединился к Калинину и Сталину, что, в общем, было очень необычно для его, так сказать, коллег в Политбюро. Политический тяжеловес, по сути. Нет, Зиновьев, это намного был вес больше, чем у Сталина там, да, ну и Калинина там, вот, и Зиновьев сказал, что нет, а почему, собственно, давайте, ну, он это несколько облег в другую форму. Он отмел от себя обвинение в Поповщине там, да, что вот он какие-то мощи хочет здесь устроить. Он сказал, что суть-то не в этом, вы не понимаете, сказал он всему Политбюро, кто был против этой идеи. А идея-то в чем состоит? Мы здесь устроим на Красной площади, не просто Красная площадь будет, а будет Ленинский городок. Да, это будет музолей, это будет центром, а главное будет Ленинский городок, значит, там мы его, как бы, это городок, который будут представлены этапы жизни Ленина. Разные. Музей. Ну, типа музея, так, но что-то более серьезное такое, да. И миллионы, миллионы людей, не только из России, из-за границы должны его посетить, и они поедут. А ведь Зиновьев был на тот момент представителем коммунистического интернационала, ну, всемирного там, да, который должен там быть, вот. И он, значит, присоединился к этой идее. И вот здесь мы подходим к очень интересной проблеме. Ну, а почему вот такой расклад вышел в Политбюро в отношении вот похорон Ленина, вот такое вот, да. Значит, ну, я, во-первых, напомню, что Калинин, это абсолютно не интеллигент, это был уважаемый в партии человек на самом деле, вот, из рабочих. Это то Крепутиловского завода. Мы говорили в этой студии неоднократно об этом. И здесь я вот должен сделать важное замечание. Вот личность Михаила Ивановича Калинина, она в хрущевские времена страшно принижена, недооценена. То есть из Калинина сделали какого-то, знаете, такого несерьезного человека, над которым, суть которого была пребывание в Политбюро, чтобы над ним пошутили. Все эти фильмы, потом в перестройку все это было, что он там пытался сесть на кресло, а ему что-нибудь там подкладывали там нехорошее, значит, и все хохотали. То есть это какой-то роль какого-то шута. Вот это абсолютно, я вот подчеркиваю, не соответствует действительности. Слово Калинина среди вот этой публики, Политбюро, в самом первом, вот это вот, после Гражданской войны, слово Калинина, это было слово народа. И он именно так себя и представлял здесь. То есть... Рабочих, он был рабочий. В Окс Попули. Да, 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 Глаз народный. По сути, он был Глазом Божьим. Это было очень серьезно, это было очень серьезно, и никто, конечно, шутить над ним не собирался, потому что все вот эти огромные ходоки, которые шли там, да, но это всегда сопровождалось это, то первая инстанция, кому не шли, это был Калинин в ЦИКе. Он возглавлял ЦИК, он возглавлял как всесоюзный староста, Советы, поэтому его так и называли, собственно, с названием. И это шло от него. И здесь многие, ну, историки видят, что Калинин был инициатором и страшным, так сказать, таким пропагандистом идеи. И, соответственно, они воспринимают это как желание народа, так получилось? Конечно. То есть, получается, здесь действительно, и это, кстати, в западной историографии Такера, вот, если почитать, там это есть, подробный сюжет освещен, есть вот это вот понимание, что здесь какой-то религиозный подтекст присутствовал в лице рабочих. У Троцкого он не присутствовал, и там, у Каменева, у Бухарина, да они просто вообще не понимали, о чём речь идёт. Это как мракобесие какое-то, ещё тут устраиваются. То есть, они были воинствующие атеисты? Да, конечно, они вообще не понимали, о чём речь идёт. Но вот Калинин-то, похоже, всё это воспринимал иначе, и продвигал совершенно другой менталитет. И характерно, что Сталин к нему присоединился, сразу же присоединился, потому что Сталин всегда понимал, и мы это говорили. Да, что я никогда не буду своим у Каменева, там, Троцкого, там, Бухарина, это всё интеллигенты, которые знали по пять языков, и на меня они будут смотреть так, сверху, да, сквозь губу, что называется. А вот Калинин, это тот человек, да, от которого меня, это самое, да, мы с ним сродны, как бы, да, мы с низов. И вот этот вот элемент сталинской политики, он уже даже здесь начинал проглядывать. Значит, Зиновьев, как мы сказали, почему, вы знаете, я внимательно смотрел выступление Зиновьева после Ленина, смерти, да, там, пленумы всякие, у него очень интересное, значит, это высказывание в речах. Например, он мог заявить с трибуны, там, партийной конференции, что я, значит, показав, ну, как бы, подчеркнув свою роль, он говорил, такие, как я, мы староверы партии, понимаете, название, это прямо из стен отчёта. Или мог на другой, там, партийной конференции съездить, сказать, я здесь, кто я здесь, на трибуне, я начётчик, говорил он, начётчик, который руководствуется только произведениями, значит, нашего Ильича, который вот умер там, да. То есть, очень интересна вот его апелляция вот к этой вот массе, которая туда приехала. То есть, Ленин уже духовный лидер, соответственно, он не может быть просто какой-то рядовой фигурой, партийцем. Нет, нет, это всё, да. И, соответственно, культ его необходим, так получается. Конечно, необходим. Конечно, они за этот культ боролись. Боролись. И Зиновьев, понимая, что вот эта идея с мавзолеем, бальзамированием Ленина, да, она идёт снизу, а не из интеллигентских слоёв, не от ленинской старой гвардии, то он это тоже, как и Сталин, уловил и тоже начал подстраиваться под эти интересы, которые озвучивал Калинин, как мы только что сказали. Да, там существует версия, что сам Ленин оставил завещание, чтобы его похоронили в Петрограде, ну, тогда он так назывался, да, на Волковом кладбище рядом с матерью. Это такая версия есть. Может быть, в архиве никаких документов этого не нашли, значит, поэтому я просто не знаю здесь, и никто не знает, как с этим быть, может, такая версия происшествует. Может быть, да, там, это неизвестно чего. Ну, просто это такая вот есть как бы идея, вот, что он там обращался с письмом каким-то перед смертью, ну, просто мы её поэтому озвучили, только поэтому. Причём Крупская наставила на том, чтобы даже Петроград не переименовывать в Ленинград. Но здесь уже Зиновьев играл первую скрипку, борясь за то, чтобы обладать как бы ленинским наследием в этом плане, да, ленинским культом, он сказал, нет, 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 всё, Надежда Зиновьевна, это не обсуждается, только Ленинград. Ну, естественно, кто возглавлял Ленинградскую партийную, Петроградскую эту организацию партийную? С лично Зиновьев. То есть, получается, у нас у культа, который только-только создавался, появились первые жрецы, которые... Да, да, верно. Которые и сказали, что вот Зиновьев, вот Калинин, даже в другом порядке, Калинин, Сталин, Зиновьев. Да. Всё. И они сами себя провозглашают, жрецами нового культа. Да, мы боремся за этот культ, мы будем обладать этим культом. Жрец — это культ. Да. Вот это. И здесь примерно та же схема. А вот эти ребята, Троцкий, все Бухарины, вот такие вот интеллигентские, да, такие марксистские обострённые, они этого не хотели. Да, кстати, между прочим, учтите, что когда умер Ленин, там же идея-то какая ещё была? Они в пику что выдвинули? Когда вот начались вот эти вот калининские заявления, такая вот стойкая позиция, он был человек жёсткий, ещё раз подчёркиваю, а не размазня, как его показывают. Когда Сталин присоединился, значит, Зиновьев начал, значит, на этом поле играть, то тут же возникла другая идея. Значит, вся эта Ленинская гвардия, которая была в шоке вообще от подобного обсуждения, что человека хранить не надо, да, вот, они решили сделать по-другому. Они контраргумент нашли, говорят, так, давайте сделаем таким образом, мы, это прах Маркса из Лондона перевезём сюда, в Москву. Ну, чтобы создать полноценный пантеор. Конечно, только перезахороним. Маркса никак нельзя было ему в залежье положить, поскольку он уже это сказал в 1883 году, как бы отдал Богу душу там, да. Вот, поэтому давайте мы Маркса перевезём. Никто против Маркса ничего не имеет, спрашивали? Нет, ну, конечно, против Маркса никто ничего не имеет. Значит, тогда давайте Маркса и рядом Ленина. Да-да-да, вот, отлично, и тогда строй свой городок. И Энгельс уже в то время умер уже. Ну, об Энгельсе там речи не шло. И вот тогда строй свой городок, значит, вот тогда можно строить такой не ленинский, а такой марксистско-ленинский, такой коммунистический городок, значит, куда можно миллионы людей привозить отовсюду. Где-то в воспоминаниях проскальзывает, не знаю, в дневниках или ещё где-то, вот чёткое, артикулированное понимание, сознание того, что выбивая, например, православие как некий фундамент, да, то необходимо что-то другое, потому что религиозное сознание никуда не делается. Да, мы же обсуждали сколько раз. Они чётко это, они осознавали, когда они делали это, когда создавали культ Ленина, или это как-то произошло таким естественным образом? Абсолютно. Калинин это чувствовал кожей, даже не столько интеллектом, он университетов не заканчивал, да, этой кожей. Сталин это чувствовал кожей. Зиновьев понял, что здесь что-то есть и решил разыграться. Но вот эти товарищи все, это русский бухарин, упрямствовали, упрямствовали сильно. Вот эта идея с Марксом там, ну, Маркса родственники не дали привести, они сказали, вы что, одурели все здесь. Поэтому мы в этом не участвуем, сказали они, да. Мавзолея по-прежнему нет. Март 1924 года. Ну да, ну там было такое, как бы, ну всё-таки это слово надо использовать, временное такое строение. Деревянное? Да, да, кубы такие, значит, сделали. Там Ищусев Алексей Викторович такой был. Архитектор известный, да. Известный, да, знаменитый, советский. Ему там это поручили. При царе байтушки творившие. Да, да, да. Ну, конечно, откуда же все взялись-то? Не все в 17-м году с луны-то упали, да. Вот. Это было сделано, было там прощание, на самом деле. Потом спорили о проектах Мавзолея. Там, вот, насколько я помню, было штук 8 разных проектов. Другие тоже архитекторы предлагали. Вот. А в итоге, значит, выбрали. И это всё закончилось. Черта подведена была в августе 1924 года. Вот тогда уже там, как бы, уже все споры были закончены. Тело Ленина в этот момент. А споры-то были, оно лежало там, пока зима, ещё весна. Споры о теле были, даже не о самом Мавзолее, как здании, конструкции, а о самом, значит, теле усопшего. Значит, какие споры были? Значит, хорошо, если это всё оставлять, не предавать земле, да, то тогда каким образом, значит, каким способом это сохранять? И вот тут развернулись, значит, тоже там дебаты большие. Заморозка – это первое. И второе – это бальзамирование. Это большая там разница с медицинской точки зрения. Вот. Заморозка, значит, в чём здесь дело? Здесь был такой член руководства, любимец Ленина – это Леонид Красин. Ну, надо сказать, он очень отличался в Политбюро. Если бы мы посмотрели на Политбюро и увидели как бы их вместе, то сразу бы обратили внимание на Красин. Это вот сидят люди, которые скромно одеты все, да, что все эти старые гвардии тоже ленинские одеваются скромно, и сидит просто буржуа, какой-нибудь миллионер, мультимиллионер, респектабельный, подобраны костюмы супер, галстуки, там заколки, запонки, там только в уши что-то не надел разве. То есть по последней моде. И вот он-то, кстати, был наиболее проигравшей стороной вот со смертью Ленина. Поскольку у него не было своей группы, в отличие от всех других действующих лиц, за которыми были уже свои сторонники в аппарате, у Красина это нельзя назвать какой-то серьезной группой. И он понял, что ему скоро, значит, конец. И вот он напоследок участвовал, значит, вот в этом вот споре. Он активно выступал за вариант заморозки. Значит, почему-то ссылаясь на опыт, значит, практику европейскую, западноевропейскую, которую он лучше знал. Тем более ведь он апеллировал к немецкой практике. Ведь я напомню, когда Ленин-то болел вот эти последние два года и болезнь прогрессировала, да, то им занимались исключительно немецкие врачи, вот, выписанные, значит, оттуда там, да. И в этом принимал участие Красин. Он, значит, там определял через свои немецкие связи, они у него были основные, значит, кто достоин там, кто по профессиональным качествам, там, по моральным, не знаю уж как, достоин лечить там вождя. И вот этот Красин продвигал вариант заморозки. Но этот вариант заморозки был отвергнут, потому что он решал проблему, но не на столь продолжительное время. Все это закончилось бы тем, что вообще пришлось бы это уже... Ну, нельзя было бы демонстрировать дальше это тело там, оно уже было не в том состоянии. И сделать было ничего нельзя. И поэтому вариант бальзамирования. Вот вариант бальзамирования, значит, вот я не помню, кто из членов Политбюро нашел этого человека. Это биохимик Сбарский. Ну, теперь его имя все знают, конечно, это самое понятно, раз ему доверено такое дело. Вот тогда-то его особо там не знали. Вне научных кругов, я имею в виду, не знали. В политических там кругах. После этого Сбарского знали все, конечно, в ЦК. Вот. Этот Сбарский как биохимик, а биохимик он был сильный. Ну, это абсолютно точно, как научная величина. Он, в общем, сказал, что вот Красин несколько здесь горячится, значит, ссылается на немцев, значит, с этим заморозкой, да. Все это, в общем, кончится плохо, поэтому давайте мы пойдем по наиболее приемлемому варианту в данной ситуации. Это бальзамирование. Это значит, там нужно вынимать все внутренности, но это вот всякие вот эти медицинские уже дела здесь начинаются. Вот. И он еще привлек одного, к этому делу Сбарский, привлек одного человека, Воробьева. Такой был Воробьев. Он работал в Харьковском университете в Украине еще до эволюции. Вот он его тоже вытащил. Это вот этот Воробьев-то и был, на самом деле, таким вот специалистом, который непосредственно все это осуществлял. А Сбарский, у которого имя научное было, я это ни в коем случае не ставлю по сомнению, он осуществлял лоббирование этого дела, чтобы им это все взять в свои руки. И, естественно, тогда они при любых раскладах, кто там победит политически, кто будет как бы держать память Ленина в руках... Всегда утрона. Да-да-да, они всегда утрона. Так и получилось. Там институции организовали. Финансирование было, никаких отказов не было. То есть это все оправдалось. И вот этот... А это Воробьев не хотел. Он решил, что это авантюра. И Сбарский, значит, до драки, значит, доходил. Он его и как-то уговорил. И потом, значит, когда начали делать, Воробьев решил, что все это, как он предупреждал, ничего не получается. И он сейчас нас это вообще тут арестует. Он уезжает обратно. Значит, но вся комиссия была в восторге. После этого, значит, Воробьев расслабился, Сбарский расслабился. И это бальзамирование вот это... Было признано успешным. Было признано успешным, да. И, собственно говоря, вот до сих пор... И был сформирован вот целый аппарат, который перерос в институт. Это для обслуживания вот этого тела Ленина и все, что с этим связаны, эти процедуры там всякие. Все. То есть Щусев, проект Мавзолея, Сбарский с Воробьевым... Гранитный-то это потом уже положили. Сначала он был деревянный, это потом. Кстати, там все спокойно-то не получилось, я имею в виду тело Ленина, поскольку ведь наступила Великая Отечественная война, и немцы подходили к войне, к Москве, и было, в общем-то, непонятно, чем это все может закончиться. А вдруг они, как Наполеон, сюда зайдут. Если немцы сюда зайдут, то понятно, что бы они сделали, значит, с Мавзолеем, да, и с тем, кто там покоится. Ни у кого иллюзий не было. Поэтому предусмотрительно, значит, пока еще и бои шли, это все понятно, все-таки решили, значит, береженого бог бережет, и увезли, значит, тело Ленина, увезли в Тюмень. Ну, эвакуация так называемая там, да, состоялась. И вот в Тюмени это все находилось до тех пор, по-моему, там в здании какого-то политехнического музея, что ли, местного, не помню, ну, в каком-то общественном месте. То есть непродолжительное время Владимир Владимирович в Тюмени прибыл. Да, когда угроза миновала, ну, уже все было понятно, что все покатилось в западную сторону уже, да, то тогда тело, значит, привезли сюда на вот, ну, на свое место, где оно до сих пор и находится, да. Парадокс истории, пишет Игорь. Институт имени Сбарского находится на улице Красина. Парадокс, да, может быть, так, да. Хорошо, давайте сейчас уже будем подключать аудиторию. Напомню, с нами доктор исторических наук Александр Пыжиков. Есть ли в проекте «Мавзолея» параллели с наследием французской революции и ее пантеоном героев? Ведь вслед за «Мавзолеем» на Красной площади и наш пантеон, Кремлевская стена. Ну, есть, есть, определенно, да. Я считаю, что есть. Пытались, опять же, где-то это проглядывает, видно, что пытались что-то скопировать, или нет? Нет, 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 только, Владимир, это же элемент такого общего места, поскольку вот в первые годы там, да, советской власти, лет 10, постоянно оперировали к опыту французской той революции. И вот это вот все время сравнивали. Даже название-то, министров-то как было, министров не стало, стали комиссары. Это все по опыту французской революции. Копировали во всем, как бы, подчеркивали преемственность. Почему в ваш день не стеснялись переименовывать в честь себя при жизни города и улицы, интересуются 271-й? Да, конечно, но потом это понеслось по полной программе. То есть увидели, что такое понятие, как культ работает, и решили... Нет, ну вот Крупск, это последний, кто противился, чтобы Петроград переименовали в Ленинград, как я уже говорил. Вот, когда, значит, ну, ей благополучно объяснили, да, вот, она уступила, все переименовали, и дальше уже дорога была открыта, и Сталин-то почему поддерживал культ Ленина? Он ему был необходим, потому что он подстраивался под него. Ну, потом же Сталин поддерживал культ Сталина, плюс ко всему. Кто? Ну, конечно, нет, его культ, собственность Сталина, он не сам по себе, он должен быть, как продолжение Ленинского. То есть я вот сейчас, а это наш, как бы, вот икона наша. Я отец, а тот дедушка. Да, это абсолютно взаимосвязанные вещи. И Сталин именно так на них и смотрел. А не так, что похоронили, там о нем говорим, и это нас не касается. Очень даже касается. И много вопросов и от 757-го, и от Александра. Почему в качестве формы Мавзолея был фактически выбран Зеккурат? Да, да, ну, здесь смысл какой-то есть. Я вот просто сейчас не готов. Сакральный. Да, да, нет, абсолютно здесь есть. Это не просто так, вот, Щусев это все, как бы планировал. Это не просто так. Максим тоже об этом спрашивает. Да. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый. У меня вопрос по Калинину. Угу. Вот сказали, что он волевой человек, да? Угу. Такой, жесткий. А чего его жена всю жизнь в тюрьме была? Не только его. Я, во-первых, это самое хотел, да, добавить. Не только его. И Молотов, то же самое. Такая же примерно судьба была. Да и люди меньше у Калибра там тоже этого-то не миновали. Это ни в коем случае ничего не означает. А то, что он жесткий, он что-то должен кинуться, значит, и Сталину душить за горло, вот, этого быть уже не могло. И жена-то его была арестована уже тогда, когда культ Сталина уже не стоял с никем под сомнение. Уже и тем же Калининым. Это очевидно, да. Уже разные весовые категории. И Молотов тоже ничего не мог говорить. Он и не говорил публично никогда ничего. И не выражал никак недовольства своего. Хотя, естественно, радость это не доставляло никому. Слушаем вас. Да. Здравствуйте. Да, приветствую. Владимир Константинович, 192-й. Так, кстати. Да, у меня такой вопрос к уважаемому гостю. Дело в том, что конец 19-го, начало 20-го века, это, в принципе, расцвет оккультизма в мире. Потому что тоже Гитлер, ну, он чуть позже, но все равно бегал по оккультным обществам. Те же демократы США, в принципе, масоны. Временное правительство масоны. И тут получается Мавзолей, Мумификация, Гербс СССР, извините, Молот Тора, серб-друидов, Блаватская, с которой большевики многие общались. Вот оккультные корни большевизма. Оккультные корни нацизма понятны и демократии. А вот оккультные корни большевизма, насколько они вообще изучены и насколько они просматриваются. Все эти мистерии, Руджен Кройсер, Камплиер и все прочее. Спасибо, принимайте. Нет, нет, это очень хороший вопрос. И абсолютно правильно все справедливо замечено. Но я хотел вот что подчеркнуть. Когда мы говорим, значит, вот о большевизме и влиянии, значит, вот этих всех масонов, там, оккультных, это все равно, это касается большевистских каких-то представителей, которые из интеллигенции масонства, еще раз подчеркиваю, это понятие интеллигентское. Масонство обиталось в интеллигентских слоях. Если вы берете рабочий крестьянский слоик, которым принадлежал Калинин, да, это мы все прекрасно знаем, там Ворошилов, какие там масоны? Там за такое слово морду набьют просто, и этим все закончится. Люди не поймут вообще, о чем это речь идет. Это масонство, оккультные науки, это исключительно интеллигентские штучки, которые были в ходу, вне всякого сомнения, вот с начала 20 века, и вполне, вполне это нужно допускать, что вот эти вот интеллигенции, которая была в партии, вот эта вот Ленинская гвардия, какие-то смыслы куда-то закладывают. Какие-то смыслы, эти смыслы были им знакомы. Но вот когда на им на смену пришли люди, более младшие уже, не как Калинин с Ворошиловым, а выходцы из рабочих просто другое поколение, более младшее, там Булганин, Первухин, Собуров, там за масонство тоже морду набили бы. Там другие смыслы, там совершенно другие смыслы. Поэтому, простите, что за молот Тора и что за серб-друидов так получается? Вы, товарищи, по физиономии захотели как-то так? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А внутренности? Ну, может быть, не такой глубокий вопрос, просто интересно. Владимир Ильич, ну, во время обработки тела. Вынимали, вынимали, Бальзамир не предполагает это изъятие, да. Куда их девали? Не, мозг-то там Да, да, да. Вот я в медицинской стороне не силен, сразу говорю. То есть, что там дальше произошло? Ой, боюсь, да. Но что-то, наверное, происходило. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. День добрый. Да, в эфире, пожалуйста. Обращаюсь к вашему ведущему. Вопрос такого порядка. Почему Ленин подписал один из первых декретов о запрещении антисемитизма? Спасибо за ответ. Да. Один из первых. По-моему, там декрет был о мире, о земле. Это самый первый декрет, который... Мы-то дураки думаем, что это все только в советских учебниках писали. Не, ну раз вот вопрос был, на самом деле, вот не только о декретах о мире, о земле, что мы все прекрасно знаем со школьных времен, был еще следующий декрет, очень важный. О нем, как-то не говорят, это обращение к народам Востока. Вот это вот очень важно. И вот в этом, на самом деле, кроется очень большой смысл. Это не просто проходной декрет. Первые декреты не могли быть проходными по определению. Потому что это самое важное. Конечно. Это не просто в текучке что-то там выпустили и оттуда выхватить чего-то, да. Потому что все вот эти восточные народы, они были, с точки зрения, значит, марсидской теории, они были угнетенные вот этой вот Европой. И если в Европе мировой пожар, значит, раздуется, то он должен быть подхвачен к этим народам Востока. И вот здесь мы победили, ну, мы вот выпускаем декрет, поэтому сейчас мы надеемся, что этот декрет получает отклик вот этой огромной массе, которая составляет большинство населения мира. Даешь колониальные восстания. Конечно, конечно. И это было все время. Особенно, когда надежды на революцию в Германии угасли, как мы знаем, и тогда уже очень большой разворот произошел на восточные страны. Вот в Китае, Индии. Ленин уже начал об этом говорить. Кстати, перед болезнью у него же даже было. Никогда, никто не страшен, если Россия, Китай, Индия будут вместе. Вот это вот. Хиндируси, хай-хай. Сколько там миллиардов-то? Конечно. Ну, в то время. Конечно. А все равно было много и все время. Слушаем вас. Аллах, здравствуйте. Вот со мной дедушка сидит, живой свидетель, как гусе хрустально. В 30-м году Калинин выплясывал на табуретке, потому что места было в зале мало вместе с рабочими. Вот так. А вот, нет, очень замечательно. Замечательно вот эта вот ремарка прозвучала от слушателей. Просто вот спасибо ему. Вообще, образ Калинина, вот чем он еще не заценен, одна сторона. Нам говорят, что это, Калинин, это такой вот коммунист, полный такой интернационалист. Вот, изуродованный, значит, такой русский человек. Но он русский, нельзя сказать, что он какой-то другой, тверской. Так, вы посмотрите, какой же это интернационалист, который выплясывает вместе с мужиками на табуретке, так? Какой это интернационалист, когда он часами мог простаивать еще до революции у картины Боярыни Морозова Сурикова в Третьяковской галерее? Какой это интернационалист, который говорил Федору Гладкову, писателю, известному Феде, ты покажи, ты покажи людей, староверов, волжских, которые боролись против попов и полиции? Это интернационалист? Это не интернационализм, это совсем другое. Хорошо, тут вы на свою тропу вступили, Александр. Ну, а про Калинина прозвучало вот это замечание правильно? Конечно, все сразу. Давайте выслушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день, очень интересная передача, всем привет. В этой связи хотелось бы спросить, ну, вот, как бы история, это очень интересно, это важно, но это, наверное, важно для того, чтобы иметь лучшее понимание современного периода, сегодняшнего дня. Вот скажите, пожалуйста, построение Ельцин-центра. Можно ли провести какую-то аналогию между вот этими событиями, вот этого восхваления сегодняшнего президента, там песни какие-то достаточно пошлые, правда, но тем не менее с элементами культа личности. Вот не повторили это исторического вот этого периода, да, в более такой пошлой, фарсовой, что ли, манере. И чем это нам грозит? Спасибо, принимайте. Не, ну а что, очень правильный параллель вот слушанность провела, да, действительно, к сегодняшним днём. Мы, кстати, ещё не проводили. Это первое. Нужно гораздо глубже, мне кажется, смотрите, куда-то из архитипов идёт. Ну, какой культ Ельцина может быть реализован сейчас? Никакой. Я считаю, что это можно тратить огромные усилия, можно потратить не только 7 миллиардов рублей на это Ельцин-центр, а потратить в 10 раз большую сумму, авоса будет там. Никакого культа не просматриваться, его быть не может. Никто не пытается всё-таки культ подкрепляется делами. Он не может быть чисто пиаровским методом. Сохранить память пытаются хотя бы. Хорошую, плохую, разную. Ну, в том числе и такую, какая представлена в Ельцин-центре. Что уж тут. Так вопрос-то в том, никто не против сохранить память. Просто почему именно вот в данном случае надо тратить 7 миллиардов рублей, когда детских садов и там школ там же, в Свердловске не хватает, в Екатеринбурге. Вот чего. Как-то память, как-то иначе память можно. Ну, да-да-да, это мы отвлеклись. Ну, лучше памятника, конечно, штамповать оно дешевле. Получается, чем Ельцин-центр создавать. Давайте выслушаем ещё вас. Да, добрый день. Добрый день. Да, да. Вот вы смеётесь, а у нас в 30-е годы, вы, наверное, знаете, Александр, я-то вообще... Да, да, я вас узнал. Да, добрый день, добрый день, да. В районе Меушской улицы, Меушской площади, была большая старообрядческая община. И храм у нас на Белорусской старообрядческий. Да, да. Когда его собрали закрывать, так оттуда целая делегация ходила к самому Михаилу Ивановичу Калинину. И худо-бедно, года на полтора, по-моему, он отсрочил закрытие этого храма, отложил. Так что, не знаю, как он относился в принципе к вере, а к старообрядцам он, по-моему, хорошо относился. Ну, да вы правильно всё говорите. Спасибо, принимайте. Вот у вас поддерживаю и эту точку зря не провожу. Он был поморского согласия, на самом деле. Та деревня Верхний Троица, откуда он родом, это абсолютно поморская деревня, которая по документам числилась абсолютно сионально-православной. Ему тогда зачем этот культ, если он старообрядец, в конце концов? Нет. Он же хотел не просто похоронить Ленина, инициатора, а оставить его. Это действительно должно быть символом. Но тоже как-то не по-христиански. Нет, нет, нет. Во-первых, я здесь, вот это вот важный момент. То есть не чисто, вот здесь нельзя замыкаться исключительно в рамках христианских. Мы-то так думаем. Это гораздо глубже и дальше идёт. Это ещё идёт от этих вот восточного культа. А на самом деле наш вариант, вот это христианство, да, наше христианство, оно очень сильно пропитано. Это оно сверху закрашено непонятно чем там, да, каким-то лоском таким. А сама сердцевина того христианства, которое было ещё там до Романовых, да, вот которые старообрядцы-то и сохраняли в своих сердцах и в своей жизни, это идёт вот эти восточные корни. Поэтому, когда мы говорим христианство, здесь важно, что мы под этим понимаем. Иначе мы просто запутаемся. Но всё равно пока выступление как будто бы против религии, даже созданием нового культа. Здесь у меня какая-то нестыковка. Это, возможно, тема для отдельной дискуссии. Нет, потому что они не были практикующими религиозным деятелем и быть не могли. Вот в чём дело. Хорошо. Игорь пишет. В далёком коммунистическом детстве посетил мы в зале. Из-за неровности стекла саркофага была иллюзия, что Ленин шевельнулся. Ужас, как я испугался, пишет Игорь. Ну и Константин интересуется, есть ли на сегодняшний день какая-то научная ценность в этом эксперименте с многолетним сохранением тела? Ну, научно не знаю, да. Всё-таки мы тут не больше о смыслах символических говорим таким, да. Что касается символов, то вот дискуссия-то, если не завершена, то какой смысл по-прежнему сохраняется? Да, только вокруг культа сколько копий ломают-то, да? Культ живёт, кстати, да. Давайте выслушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Алло, добрый день. Вы в эфире, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Владислав. Я просто слушал вашу передачу, случайно открыл. Я слышал, что люди говорят все, ну, 40, 45, 50 лет. И я решил позвонить, так сказать, высказать мнение своё, как более молодого поколения. Я считаю, что Ленина надо хоронить. И причём делать это тихо. То есть без почестей. Ну, как Сталина, типа, вот в 61-м году после ночи там, да, ну, после 21-го съезда решение приняли, и потом, значит, без свидетелей, безо всего, поэтому ночью, да. Но у Кремлёвской стены. Но у Кремлёвской стены. Ну, а где? Ну, ещё быть, там не похоронили. А как же тогда иначе? Всё. Но сейчас уже, я не знаю, мне кажется, не получится. Тихо? Да, тихо. Не, не получится, да. Такого вот кальки со сталинских похорон в 61-го года не будет. Тогда, в принципе, даже после похорон уже никто не заикнулся бы ни о чём. А сейчас как-то времена изменились. Распоясались. 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 Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Юрий Москов. Да, Юрий. Ну, смотрите, вот боролись там, церкви закрывали всё, да, вот с верой туда-сюда. Я вот это всё постоянно слышу про христианство. А вот про мусульманство, почему, как бы, сколько пытался найти, про мечети там закрывать, не закрывать, про это вообще найти не могу информации. Как вот обстояло дело вот с мусульманом, ну, со сломом? Ну, так же. Нет, когда вот начались вот эти гонения на РПЦ, там, да, ну, снос пошёл РПЦ, то тогда сначала, на самом деле, смотрите, в 20-е годы под давлением было РПЦ, как бывшая господствующая церковь, которая давила других. И поэтому все другие конфессии чувствовали себя вот там более-менее комфортно. Не только мусульманство, но и там протестантские, баптисты там и другие. Там рассвет был, можно сказать. А в 30-е, значит, да, уже пошло такое там, да. Распространилось на все конфессии, да. Ну, из комментариев, вопросов, любой предсказатель, он не придумывает будущее. Он вспоминает прошлое, это от Юры. Александр пишет, то, что за тело Ленина внезапно вступилась в РПЦ. Связано ли это как-то с декоммунизацией у наших соседей, интересуется на всякий случай, Александр? Ну, не знаю, это уже больше как к политологу вопрос, а не как к практикующему доктору исторических наук. По 20 секунд до конца это отнимать тему такую. Что? Я просто обращаю внимание на те вопросы, которые волнуют наших слушателей, которые их задают. Да, мы видим сейчас их. В общем, дело Ленина, как и культ Владимира Ильича Ленина по-прежнему живут. С нами был Александр Пыжиков, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации. Спасибо, приходите еще. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok